Для изготовления бытового фильтра, для грубой очистки каких-либо жидкостей, мы берем обычную пластиковую бутылку, например, от Кока-Колы. Обрезаем донышко, у нас донышко отрезанное, вот верхняя часть этой бутылки, вот она. Обрезали, выкручиваем пробку, либо сверлом, либо нагретым гвоздем делаем, прожигаем отверстие здесь. Это у нас будет сеточка. Возвращаем опять на горлышко, это у нас будет сама колба. Теперь, в эту колбу, вот сюда, мы вставляем вату. Это, собственно говоря, фильтрующий элемент. Помещаем ее, вот так вот. Но, когда мы будем наливать жидкость, вата всплывет. То есть, нас это не устроит. Теперь надо сделать прижимку. Вот берем это донышко, которое мы отрезали. Просверлим или прожигаем вот отверстие здесь, в днище. Боковины разрезаем, вот таким лепестками, видите, получается. Это у нас будет прижимная сетка. И теперь вставляем донышко вниз. Вот так вот. Все. Вот она прижала вату. Эти отверстия, когда мы зальем жидкость, отверстия пропустят влагу, жидкость эту, вниз на фильтрующий элемент. То есть, на вату. Вата попытается всплыть, но сетка эта будет ее здесь удерживать. И жидкость будет стекать уже очищенная через вот эти отверстия пробочные вниз. Туда, куда мы подставим какую-либо тару. Сейчас мы это и продемонстрируем. Ну вот, взяли мы банку. Ставим наш фильтр. Видите, удобно как. Теперь берем нашу, например, имбирную настойку. Ну, здесь небольшой осадок. Мы это выльем. Он как раз лишний раз отфильтруется. О, осадок поплыл. Жидкость потихонечку начинает стекать в банку. Видите, да? Как я и говорил, вата осталась на своем месте, прижатая распорочкой. И выполняет роль фильтрующего элемента.